Поднять гирю, подтянуться, отжаться, прыгнуть в длину. Выполнить программу физкультурной подготовки мог любой желающий. Все результаты участников фиксировали судьи Центра тестирования ГТО города Сочи. Результаты испытаний не останутся лишь на бумаге, а будут опубликованы на официальном сайте ГТО. В личном кабинете у себя на всероссийском сайте ГТО участники могут увидеть то, что они сегодня сдадут. Мы заливаем их результаты в личный кабинет каждого участника и то, что им не хватает до получения именно знака ГТО, бронзово-золотого или серебряного, они могут сдать либо в нашем центре ГТО, либо у себя, если это иногородние, приезжие, гости нашего города, они могут сдать в своем центре ГТО своего муниципального образования или региона. К труду и обороне оказалась готова сочинская молодежь. Выполнить нормы ГТО в Олимпийском парке решила целая футбольная команда. В детстве меня мой один хороший товарищ привел на футбол. Мне очень понравилась позиция вратаря. С тех пор я каждый день живу футболом. Смотря на то, что я занимаюсь в большом спорте, нормы ГТО для меня необходимы, потому что я хочу стать большим спортсменом. Я поднимал гирю на ГТО. Это не самый легкий вид, что может быть всего здесь. Это очень тяжело. Я сделал 34 раза. Мой оппонент, мой сокомандник сделал 33, но я принципиально, надо было сделать больше, чтобы быть на первом месте. В следующие разы, когда будет возможность, обязательно приду. Саморазвитие – это очень полезно, потому что развивать самого себя вообще интересно, а так, если этому уделяется внимание, это интереснее в два раза. Я за спорт всеми руками. Мы спортсмены и хотим проверить свои способности. Я считаю, что нужно, потому что это как минимум спорт, и можно проверить, чего тебе не хватает, и как-то исправить это. Золотой значок ГТО может помочь в расцеплении и трудоустройстве. Конечно, я буду стремиться к золотому значку. Конечно, нужно. Что? Какая польза? Ну, чтобы проверить, готов ли ты к трудовой обороне. Ну, не все, конечно, под силу, но стараемся, выполняем. Буду стремиться к золотому значку, чтобы был. Ну, пригодится по-любому, я думаю, в будущем. В первую очередь, как бы, жить будешь дольше. Ну, и вообще, в принципе, здоровый образ жизни интереснее, чем, как бы, ходить, курить, выпивать и так далее. ГТО – это масштабный проект, который сегодня охватил всю страну. Краснодарский край занимает четвертую строчку в рейтинге всех субъектов России по количеству людей, зарегистрированных на сайте ГТО. Мы уже перевалили за отметку 800 тысяч занимающихся, которые уже зарегистрировали, попробовали свои силы в сдаче этого комплекса и, соответственно, получили значок. Не всем пока из 800 тысяч удалось получить значок, но мы над этим работаем. И все те, кто пытаются как раз на этом фестивале свои силы попробовать, они получат сертификат, и эти результаты официально зачтутся, и люди смогут получить тот знак, на который они, собственно говоря, и рассчитывают. ГТО – это задача, которую оставит губернатор, это чтобы в каждом отдаленном поселении, в каждом поселке появились спортивные объекты, на которых можно попробовать свои силы. Строятся площадки, многофункциональные спортивные площадки в каждом муниципалитете должны работать. В настоящее время их построено уже более 600. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» навстречу «Формуле-1» прошел в рамках королевских гонок, чтобы зрители масштабного праздника стали еще и участниками пусть не королевских, но тоже спортивных состязаний. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.